Открыла глаза. В глазах у этой белки читается настоящий ужас. Она, вероятно, не видела таких температур. В зоопитомнике столбики термометров подкрались к 39 градусам. Дикообразы ушли в тень, альпака целый день готова принимать душ. Проще всего переносят жару лошади и пони. У них в клетках установили кондиционеры. Остальным животным помогают охладиться вручную. Обязательно проливаем вольеры. И песчаные, и плиточные вольеры проливаются несколько раз в день. Чтобы ни песок, ни плитка не накаливались и не получили тепловой удар животных. Скорая Тюмени слушает, куда ехать. Говорите адрес. Люди переносят жару не лучше. Только в июле шесть тюменцев получили солнечный удар. Мужчина ехал мимо, увидел лежащую на земле женщину. Она лишь отвечала мычанием. Одно слово только он смог разобрать. Плохо. Через 12 минут медики уже были на месте, оказали помощь. Девушку доставили в стационар. Самая простая профилактика – это иметь при себе всегда бутылочку воды и головной убор. А вот садоводы оказывают скорую помощь своему урожаю. Правда, реанимировать его удается с трудом. Он еще зеленый должен быть, а он уже пожелтел. Вот так буквально выглядит горе луковое. Для садоводов такой плюс на улице – сплошной минус. Сейчас полили, а через пять минут вообще сухая земля. Конечно, жалко. Очень даже жалко свой труд. Но что делать? Природа. У природы нет плохой погоды. По словам синоптиков, такую аномальную жару в регион принес масштабный антициклон. Он захватил всю западную Сибирь и будет гостить в регионе еще пару дней. Если бы этот антициклон формировался только из наших умеренных воздушных масс, в этом случае бы у нас не было таких высоких температур, аномально высоких. Идет захват тропических воздушных масс из районов Казахстана. В антициклоне воздушные массы, они начинают опускаться вниз и адиопатически еще нагреваются. Впрочем, погода, дама капризная, не всегда предсказуемая. Например, в Магадане после 40-градусной жары неожиданно выпал снег. Поэтому середина лета там выглядит так. Магадан, 10-ая июля. Мама, пускай. Дарина Яранцева, Владимир Кондратев, Тюменская служба новостей.